Приветствуем вас на канале книги, истории, факты. В этом ролике, мы хотим рассказать несколько интересных фактов. Надеемся, его просмотр будет вам не только интересен, но и полезен. Когда люди думают о медведях, они обычно представляют себе больших коричневых неповоротливых животных. Бурые медведи конечно медведи, но они не единственные. Существуют голубые медведи, черные и белые медведи и многие другие. На самом деле в мире, существует 9 видов медведей. В этом ролике вы найдете все, начиная с их характеристик и заканчивая местами обитания. Что такое медведь? Медведь, млекопитающая из семейства медвежьих. Существует несколько видов медведей, и они обитают в разных местах обитания по всему миру. Хотя их внешний вид может варьироваться в зависимости от вида, медведи как правило крупные, пушистые животные с четырьмя ногами. У них маленькие округлые уши и маленькие хвостики. Цвет их меха разный, но у всех у них короткая, лохматая шерсть от головы до лап. Их специфический рацион питания также различается в зависимости от того, где они живут, но все медведи всеядны. Большинство из них – оппортунистические едоки, но некоторые охотятся на более мелкую добычу. И может показаться, что это не так, но медведи – отличные бегуны, скалолазы и пловцы. Их средняя продолжительность жизни в дикой природе составляет от 20 до 30 лет, и они часто проводят ее в своих берлогах, которые представляют собой просто пещеры или бревна. Медведи в неволе могут достигать возраста, до 35 лет. Сколько существует видов медведей? Существует 8 сохранившихся видов медведей, но первоначально существовало 9 видов медведей. В этом руководстве представлены все 9 видов медведей, включая некоторые из их популярных подвидов. Международный союз охраны природы, МСОП, следит за оставшейся популяцией этих могущественных зверей. Согласно их списку, только 2 из 8 видов медведей, вызывают наименьшее беспокойство. Остальные 6 видов являются уязвимыми, или находятся под угрозой исчезновения. Бурый медведь. Научное название, Урсус Арктас. Среди различных видов медведей бурый медведь, является самым популярным. Бурый медведь, это вид, обитающий в разных частях света, включая некоторые районы России, Ирана, Азии и США. Бурый медведь также обитает в Финляндии, где он также является национальным животным. Несмотря на свое название, не все виды бурых медведей являются коричневыми. У некоторых из них рыжеватый мех, в то время как у других мех двухцветный. Рост большинства бурых медведей колеблется, от 120 см до 270 см, у них отчетливо большие и длинные когти. Фактически, бурые медведи выделяются как единственный вид медведей, который может рыться в почве в поисках корнеплодов. В то время как все виды медведей всеядны, бурые медведи в основном питаются овощами. На самом деле, около 90% рациона бурого медведя, составляют такие растения, как ягоды, желуди и грибы. В настоящее время МСОП, относят бурых медведей к категории, которые вызывают наименьшее беспокойство. Медведь-гризли. Научное название – Урсус арктас хорибелис. Медведь-гризли – это обычно то, что люди представляют себе, когда говорят об этих пушистых гигантах. Медведь-гризли – это подвид бурого медведя, обитающий в различных частях Северной Америки. Более половины его известной популяции проживает на Аляске. Те, кто живет недалеко от побережья, обычно крупнее тех, кто живет внутри страны. В среднем медведи-гризли обычно достигают двух метров в длину и весят от 130 до 180 килограмм. Как и бурые медведи, медведи-гризли также имеют коричневый мех с более темной шерстью на ногах. Спину у них обычно покрывает мех от белого до светлого цвета, а на плечах также имеется мускулистый горб. Другое название медведя-гризли – североамериканский бурый медведь. Кодиакский бурый медведь. Научное название – Урсус арктас медендерфи. Кодиакский бурый медведь – еще один подвид бурого медведя. Также известный как Аляскинский бурый медведь, Кодиакский бурый медведь обитает на архипелаге Кодиак, на юго-западе Аляски. Он самый крупный среди бурых медведей и один из двух самых крупных среди всех видов медведей. Медведи-кодиака обычно весят от 300 до 600 килограмм. Если не считать их огромных размеров, медведи кадьяка похожи на большинство бурых медведей. Его мех варьируется от коричневого до светлого, а рацион состоит в основном из растений. Популяция кадьякского медведя составляет около 3500 особей, за которыми не очень внимательно следит Департамент рыболовства и дичи Аляски. Тибетский голубой медведь. Научное название – Урсус арктас пройносус. Среди различных видов медведей тибетский голубой медведь является самым редким. Тибетский голубой медведь – подвид бурого медведя, обитающего на юго-востоке Аляски. Он обитает на восточном тибетском Нагоре, где его редко можно увидеть. Несмотря на то, что тибетский голубой медведь относится к подвиду бурого медведя, он в основном и сине-черный. У него бежевая грудь и красновато-светлая мордочка. Другие названия тибетского голубого медведя, включают гималайского голубого медведя, гималайского снежного медведя, тибетского бурого медведя и лошадиного медведя. Другой вид медведей – американский черный медведь или просто черный медведь. Черные медведи являются эндемиками Северной Америки, и они наиболее широко распространены среди всех видов медведей. Черных медведей можно встретить на Аляске, в Канаде и Мексике. Как и большинство видов медведей, черные медведи – одиночные существа. Обычно они живут в одиночку в лесах, но иногда отправляются в близлежащие кемпинги или сельские районы в поисках пищи. Люди часто обсуждают тему о противостоянии бурых и черных медведей. Поскольку у некоторых черных медведей также коричневый мех, их можно спутать. Однако у черных медведей нет горба на плечах. Они также меньше бурых медведей, так как вес большинства черных медведей составляет всего от 55 до 70 килограмм. Американские черные медведи – второй и последний вид медведей, вызывающий наименьшее беспокойство. Некоторые подвиды американского черного медведя, включают олимпийского черного медведя, коричного медведя и ледникового медведя. Азиатский черный медведь. Научное название – Урсус сибетанус. Как следует из названия, азиатский черный медведь или азиатский черный медведь – это вид медведей, обитающий в Азии. Азиатские черные медведи обычно предпочитают жить в высокогорных районах лесов. Азиатские черные медведи достигают, примерно 120-180 см в длину, и имеют лохматый черный мех. У этого вида медведей, также есть белая V-образная отметина на груди. Из-за этого люди часто также называют их лунными медведями. По сравнению с другими видами медведей, азиатские черные медведи довольно агрессивны. Они не очень хорошо относятся к людям, которые подходят слишком близко. Во всех таких странах, как Япония, Индия и Непал, сообщалось о случаях нападения азиатского черного медведя. Несмотря на это, азиатские черные медведи являются наиболее распространенным видом медведей в мире. Их легко приручить, и они умные существа, которые могут быстро обучаться трюкам. Они также являются популярными домашними животными во Вьетнаме. Некоторыми популярными подвидами азиатского черного медведя, являются японский черный медведь, формозский черный медведь и тибетский черный медведь. Полярный, белый, медведь. Научное название, Урсус моритимус. Белый медведь, вид, эндемичный для Арктики. В отличие от большинства медведей, белый медведь считается морским млекопитающим, потому что он проводит больше времени в море, чем на суше. Большинство из них живут вдоль морского льда, где охотятся на тюленей. Среди различных видов медведей белый медведь, легко выделяется. У него не только чисто белый мех, но и самый крупный из ныне живущих видов на Земле. Белый медведь обычно весит, от 350 до 700 килограмм. К сожалению, МСОП считает белых медведей уязвимыми. Несколько факторов, таких как изменение климата, добыча полезных ископаемых и загрязнения окружающей среды, угрожают популяции этих медведей. Впадают ли белые медведи в спячку? Ответ на этот распространенный вопрос, нет, белые медведи не впадают в спячку. Они полностью адаптированы к жизни в Арктике. Их белый мех позволяет им маскироваться на снегу, а также они обладают отличным ночным зрением. У белых медведей также более короткие когти, что облегчает им бег по льду. В отличие от большинства видов медведей, белые медведи в основном питаются мясом, поэтому недостаток растений зимой для них не является проблемой. Однако беременные белые медведи, часто впадают в состояние, похожее на зимнюю спячку. Они изолируются в своих берлогах, никуда не выходят и не едят. Теплая и безопасная обстановка помогает им лучше рожать. Медведь-панда. Научное название, Эйлуропада мыланолюка. Для многих мишка-панда, является самым симпатичным из всех видов медведей. Медведь-панда, или гигантская панда, это панда с круглым телом и отчетливым черно-белым мехом. Его голова и тело белые, в то время как конечности, плечи и уши полностью черные. У него также есть черные пятна на глазах. Гигантские панды в основном питаются бамбуком. Однако бамбук дает им очень мало энергии, поэтому им приходится съедать от 9 до 14 килограмм бамбука в день. Этот вид медведей является эндемиком Китая, причем большинство из них обитает в горных хребтах Сычуани. Наряду с китайским драконом, медведь-панда также является национальным животным Китая. Цинлинская панда. Научное название, Эйлуропада мыланолюка кинлиндженсис. Вопреки распространенному мнению, не все медведи-панды черно-белые. Цинлинская панда, это подвид медведя-панды, и у нее светло, и темно-коричневая шерсть. У него светло-коричневые голова и тело, в то время как его конечности, уши и глазные впадины темно-коричневые. Как следует из названия, панда Цинлин обитает в Цинлине, или горах Цинь, в провинции Шэнси, Китай. Их точная популяция неизвестна, но в дикой природе их численность колеблется от 200 до 300 особей. Ученые впервые обнаружили панду Цинлин в 1960-х годах, но они не признавали ее официальным подвидом, до 2005 года. Губач, медведь-ленивец. Научное название, Мелурсусурсинус. Вопреки распространенному мнению, медведь-ленивец не такой медлительный или ленивый, как ленивец. Медведь-ленивец, быстрый бегун с длинными и толстыми когтями. На самом деле многие считают медведя-ленивца, одним из самых опасных диких животных Индии. Этот вид медведей, обитает на сухих лугах Индии, Непала и других районов Южной Азии. В отличие от большинства видов медведей, у медведя-ленивца длинная нижняя губа и щель, между верхними зубами. Чтобы питаться, он использует свой рот как пылесос, чтобы засасывать термитов в рот. У медведя-ленивца также есть большие, мощные когти, которые помогают ему копаться в почве и деревьях, в поисках термитов. К сожалению, МСОП относит медведя-ленивца к уязвимым. В дикой природе обитает около 20 тысяч медведей-ленивцев, и вырубка лесов, и браконьерство продолжают угрожать этой численности. Малайский медведь. Научное название, Хеларктос малейнус. Среди всех видов медведей, солнечный медведь самый маленький. Его высота в холке составляет около 60 сантиметров, а весит он всего от 25 до 65 килограмм. У большинства малайских медведей мех черный, но у некоторых также серая или рыжая шерсть. У малайских медведей также есть отчетливая отметина от бежевого, до оранжевого цвета на груди. Хотя отметина не является равномерно круглой, она яркая на фоне более темного меха малайского медведя. Из-за этого ученые окрестили этот вид, солнечным медведем. Вы увидите этот вид медведей, лазающих по деревьям тропических лесов Юго-Восточной Азии. Малайский медведь коренастого телосложения с крепкими когтями, идеально подходящими для лазания. Они часто спят, или загорают на ветвях деревьев на высоте, до 7 метров над землей. Будучи всеядными, солнечные медведи питаются муравьями, термитами и фруктами. Они также поедают более крупную добычу, такую как птицы и олени. Гигантский короткомордый медведь. Научное название, Арктодус симус. Если бы гигантский короткомордый медведь был жив до сих пор, он был бы самым крупным среди всех видов медведей. К сожалению, короткомордый медведь вымер, около 12 тысяч лет назад. Гигантский короткомордый медведь, или медведь-бульдог, это вид медведей, который когда-то обитал в Миннесоте, на Аляске и в районах вблизи реки Миссисипи. Этот вид медведей был мощным хищником, который достигал 1,5 метров в высоту и весил более 700 килограмм. Когда он вставал на задние лапы, то мог достигать почти 3,5 метров в высоту. Гигантский короткомордый медведь в основном питался мясом, и охотился на оленей, лошадей и ленивцев. Он легко охотился, так как был быстрым бегуном, и ученые пришли к выводу, что он мог развивать скорость более 64 километров, че, к сожалению, этот вид не смог избежать изменения климата. Около 12 тысяч лет назад изменения климата и загрязнения окружающей среды, привели к вымиранию нескольких травоядных животных, включая гигантских короткомордых медведей. Потеря среды обитания и пищи в конечном итоге, привела к его исчезновению. Очковые медведи. Научное название, Tremarctos arnatus. Очковый медведь, единственный живой родственник гигантского короткомордого медведя. У большинства очковых медведей мех от черного до коричневого, с отметинами от очков на морде и груди. Эти отметины различаются у каждого медведя, а у некоторых их может вообще не быть. Очковых медведей можно встретить в Венесуэле, Колумбии и других частях Южной Америки. Как и у большинства видов медведей, их рацион в основном состоит из растений. Они питаются фруктами, кактусами и пальмовыми орехами. Однако очковые медведи иногда едят кроликов, мышей и крупный рогатый скот. Другие названия очкового медведя включают, анского медведя, анского короткомордого медведя и горного медведя. Благодарим за просмотр этого ролика и просим подписаться на нас. Вам наверняка понравится. Мы расскажем еще много интересного и познавательного.